так окей все начинаем всем привет меня зовут коля ли полем я же в москве работаю барменом велосипеде может катаюсь еще когда я спортом занимался мне короче в тренировочном процессе нужно было чуть-чуть добавить робот цикличного мне нужно было велик купить и я тогда очень сильно облизывался на фиксы с одной стороны это не совсем то что нужно с другой стороны это как бы тоже спортивный снаряд и кратч купился фикс чего когда помню меня сократили на работе я такой у меня два-три оклада я сейчас возьмусь как раз велик это был авентон матара двадцатом году я взял его комплитом за 25000 и короче два года вообще один катался совершенно один никого не знал никакой тусовки не находился потому что я там тренировался сборы и тренировки работа сбора тренировки работала мне вообще ни на что никакие тусовки времени не было просто катался на работу с работой на тренировку с работой в принципе мне этого хватало но потом когда я ушел из порта у меня появилось больше времени я прям с головой окунулся мира московского fix it gear а я занимался академической греблей у меня там были постоянно тренировки сборы доходило там до 12 тренировок в неделю и этом вообще там последних три нового года встречал на сборах причем лыжных вот хотя занимался греблей ну да это было довольно таки прям порт высоких достижений хотя особо на самом деле больших высот я не достиг наверное из-за этого я как-то сублимировал это все фикс вот какая-то спортивная неудовлетворенность я хотел бы дальше пойти наверное что-то шоссейное что-то скажешь на трек трек тоже прикольно но блять там такие бабки конечно просят в ростах и нет можно купить себе станок всю зиму готовится еще еще подкопить и еще себе купить к весне да ребят ребят из трека понимаете огромное количество перспективных ребят на улице вот прозябает в гололед но они просто хотят немножко покататься на треке и возможно из этого выйдет что-то больше чем просто кататься блин не знаю кого остальных да ну мне кажется вообще довольно таки плотный сезон был вот я даже график свой рабочий строил исходя из каких-то гоночных ивентов потому что чуть ли не каждый выходные проходили вот было очень много гонок я еще погадался по россии я сгонял в казань на гонку в пермена на кэмп с гонками в питер гонял то есть это реально было очень плотно я прям заебался было десятки гонок блин все молодцы там появились вот випы сделали три гонки крутые то там еще оболну 49 17 бмм еще кучу крутых ребят из копис даже бары начали делать гонки камон я думаю все не так плохо гири он еще такое не сказал бы то что это заигрывание с трупом но признаки жизни немножко еще подает короче есть в целом сказать вот за этот сезон короче две гонки я не выиграл ну его две гонки я не взял призовых мест на одной гонке я пробился а на второй гонке я чё-то мне кажется уже немножко помутнение в рассудке пошло я подумал то что я могу один проехать соло это гонку не в пачке я смогу доехать до призового вот и это аукнулась вообще никаким местом вот это про год рейс я понял то что рано пока так выебываться вот да это второй мой вел это стоит американский стоит я хотел поменять мотору потому что ростов все-таки не моя была 55 а я сто восемь пятым ростом я почувствовал некий дискомфорт вот чего купил набирах барахолки на авито 58 ростовка стоит фреймсет взял за 33 вот 7000 алюминий довольно таки жесткий и как я понял вообще крайне редки я ни у кого не видел этой модели а стоит а я видел там один или два еще в москве за все время вот прикольная в речку катаемся на ней дебат пацан катать на самом деле я понимаю то что вообще фиксит гир этом по большому счету для многих выебоны в качестве детали его они вот по сути могут особо сильно функционал или какой-то апгрейд не снести но все хотят немножко повыебывать со своими деталями я бы сказал бы ты что история про меня я бы хотел бы просто все 2 вел вот мультиспид пока здесь меня вообще все в плане устраивает я сделал байк фит из всех рекомендаций я уже все заменил что нужно вот и наверное плюс минус вы оставил бы все так потому что даже даже не супер крутых деталей это достаточно чтобы что-то там выигрывать но по крайней мере у меня плюс-минус такая первая потребность фикса а чтобы просто кататься это реально с головой хватает у руслана небольшой бизик мы когда с ним встречаемся там смол толк какой-то минуты две-три начинает ну чё ну чё взял карбоновый этот взял карбоновый тот надо еще карбоновый то взять и вот к лето будет вот это вот это продаж вот это докинут и докуплю и он просто две-три минуты смол толка именно 10 про бричку свой рассказы что-то хочет сделать что он сделал и и прочее да это уже немножко с этапа головного мозга да вообще последнее время очень много просто там выезжая на часик на полторы там перед работой просто аэробу какого-то поделать или просто какую-то тренировку и обычно я вот живу на кузнецкой я еду обычно воробьёво горы там не супер плотное движение как бы есть это какое-то зеленое пространство в плане там леса рядом или парка вот и там очень много этих холмов и можно в горочку хорошенько поработать в горочке поработать снова в горочку промах снова вот и чё лосинка если времени побольше это вообще с удовольствием можно погнать лосиноостров там пространство еще больше лес прохлада даже если ты в жару туда попрешь что тебе будет мега комфорт идеальным катушка с пацанами это когда она заканчивается короче в одном велокафе на большом трехсветительском вот вот мне кажется так она должна закончиться в принципе принципе все да там хорошие за тоники есть вот на кранах вот и меню такое довольно таки калорийная вот можно сразу закрыть все окна вообще углеводные белковые даже если ты их не открыл просто вот один какой совет могу дать чтобы как-то попасть в это все если вам интересно попробовать просто ты вот берешь и так вот велосипед выходишь из дома и едешь на это мероприятие все больше ничего не нужен ты просто едешь на этот заезд просто едешь на какую-то гонку на какую-то покатушку просто берешь велик и все и вот едешь туда больше ничего не нужно любой велосипед берешь едешь ты уже там в каком-то моменте поймешь сильно тебе он подходит не сильно подходит хочешь ты это не хочешь ты это есть у тебя там кучу смелости ты скажешь блин друг отдай прокатиться на этом велосипеде я вот хочу немножко сменить немножко сказать вело ориентацию на какую бестормозную фиксированную все будет фиксит гир